Когда за окном все укутано белым покрывалом, а столбик термометра стремительно ползет вниз, отопление, которое приносит тепло и уют в дома, настоящее спасение от зимних холодов, а значит и лучшее лекарство от хандры. Вот только если в доме нет печи и отопительного котла, то с этой задачей справляются котельные. Новая котельная на Граевке в Бресте на местных видах топлива, которая год назад появилась, уже успела стать самой мощной в городе. Сегодня она обогревает порядка 59-этажных многоквартирных домов. Эту котельную год назад возвели под строящийся новый микрорайон города. Эта котельная новая, свежепостроенная, построена год назад. Она предназначена для обеспечения системы отопления, системы горячего водоснабжения района Граевки и нового построящегося района по улице лейтенанта Рябцева. Мощность данной котельной 12 мегаватт, то есть стоят три котла CH400 белорусского производства, мощностью каждой по 4 мегаватта. В данную зиму, сутки назад, когда были морозы в районе минус 17 градусов, котельная отработала успешно. Ну, конечно, не она только одна справилась, но плюс к ней было добавлено еще 2 ДКВРа, 6,5 на газу. То есть еще плюс 10 мегаватт мощности. Сегодня, когда погода весьма капризная, экстремальные морозы не дают расслабиться никому, работа в котельной буквально кипит. Если летом обычно функционирует один котел, то теперь подключили еще два, чтобы поддерживать максимальную температуру. Котельная была немного доработана, так как были небольшие трудности в эксплуатации. Котельная отработала успешно, но были, конечно, сбои, которые были своевременно устранены. Я думаю, ни один брещанин именно на моем районе Граевки и лейтенант Рябцева никто не заметил каких-то просадок по температуре в системе отопления, тем более в системе горячего водоснабжения. Работа в котельной не останавливается ни на секунду. Принцип котельной прост, как у большого самовара. Циркуляция горячей воды обеспечивает тепло. Весь процесс под контролем всего одного человека-диспетчера. Но не стоит забывать, чтобы процесс не останавливался, котлы нужно наполнять щипой с помощью погрузчика. А в зимний период наполняемость котлов возрастает в два, а то и в три раза. Зимой выхожу я на шесть часов утра на работу, чтобы не получилось у нас срыва подачи топлива на отопление, на подогрев воды. Летом выходим на восемь, зимой на шесть часов. Зимой идет щипы больше, летом меньше идет. Когда выезжаю, щипы идут, куда я закинул один котел, потом второй по очереди, приходится в первый обратно уже подкидывать. То есть щипа очень быстро? Ну, там получается сразу же полный котел не накидаешь, потому что надо вообще потихоньку, чтобы не было остановки котла. В каждый потихоньку покидаешь, а потом уже потихоньку остальные докидываешь. Ежедневно отбираются пробы щипы на влажность, то есть влажность щипы плюс-минус 30-40%. Как раз соответствует это полной работе котлов, то есть на работу это никак не влияет. Загрузка происходит ежедневно с шести утра до восьми утра, и в течение дня постепенно подгружаются котлы. На ночь же котлы загружаются на полную нагрузку, чтобы хватило всю ночь. В плюс-минус уходит 400 кубов в сутки. Отличие колоссальное от лета, потому что летом только система горячего водоснабжения происходит. Работает один котел на половину нагрузки. Это предостаточно, чтобы обеспечить население горячим водоснабжением. Брестское котельное хозяйство продолжает решать по-настоящему важную для каждого жителя нашего города задачу. Она созвучна неизменному девизу предприятия «Тепло в каждый дом».